АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ Саша, здравствуй. Привет. Александр Щербаков. Музыкант, певец, автор песен. Родился в Воронежской области в 1981 году. После школы окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер массовых представлений. Шесть лет работал в государственном академическом русском народном хоре имени Пятницкого. Параллельно Александр занимался собственным проектом – фолкгруппой «Ярилов Зной». В 2013 году группа стала финалистом популярного телеконкурса «Фактор А». А в 2015-м «Яриловцы» стали победителями конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Коллектив является лауреатом премии имени генералиссимуса Александра Васильевича Суворова за вклад в патриотические традиции Отечества. Саша, сегодня у нас ставший уже традиционным народный формат программы. Когда телезрители присылают в редакцию нам вопросы, зная, кто будет в гостях, и тебе предстоит ответить на них и в конце программы выделить самый интересный вопрос подарком, который у нас сегодня на столе – диск с автографом. Да, я с удовольствием подарю диск наших песен за лучшие вопросы. Саша, но вначале, мы с тобой не виделись три года, позволь вопрос от меня. Да, с удовольствием. Как дела? Чем живет коллектив? Слава Богу, все хорошо. На нашем пути повстречался прекрасный человек, поэт-песенник Константин Арсеньев. И у нас сейчас с ним творческий проект. Надо сказать, это известный песенник, десятки хитов. Да, множество хитов. Многих исполнителей. То есть он чувствует хит, и мы с ним работаем уже около месяца, пишем новый материал, хотим записать с ним альбом. Как говорит Костя, он всю жизнь писал для шоу-бизнеса песни, а сейчас он хочет написать, скажем так, для души. Но он тоже писал от души и предыдущие все песни, множество песен. Но там все-таки формат какой-то существует. Ну там формат. А сейчас здесь будет и народность, мы попробуем соединить народность и современность. Соединить то, что сейчас, на самом деле, интересует и волнует нормальных русских людей. А до этого тебе доводилось работать в тандеме с кем-то? Ну вот мы пробовали, одну песню записали пару лет назад, «Вольный сокол» с Константином Арсеньевым. Ну, кстати, она, по-моему, есть на диске. И вот через некоторое время мы снова стали с ним работать. Проект с Константином Арсеньевым интересен тем, что мы делаем песни в реальном времени. Мы собираемся на репетицию, я прихожу с какой-то заготовкой, с какой-то мелодией, и мы прямо там делаем песню. То есть всю эту живую кухню можно увидеть? Да-да-да, это можно будет увидеть, мы это снимаем на камеру, будем выкладывать этот проект в интернет. Слушай, ну это, по-моему, у Битлов альбом «Дэдэдби», они записывали тоже, а сняли потом фильм о том, как они записывали. Не видел. Так что есть к чему стремиться. Ну что ж, приступим к зрительским вопросам. Екатерина Дубикова из Можайска интересуется, как вы можете охарактеризовать себя? Простой русский человек, который деревенский человек, который внешне, может, уже стал другим, но внутри мне очень не хватает вот такой соборности деревенской. Я в детстве ее застал, деревню, вот, и я помню эти отношения. Ну, наверное, всем это известно, и помнится, что двери не закрывались, все друг другу помогали, строили всем селом, и я вот лично в этом участвовал. И я это помню, хоть уже давно живу в городе, но... Но это не вымывается. Сердце и душа этого на самом деле просят, и я думаю, что и в песнях это слышно. Подписчица с ником Мэгги Ко Ми, я извиняюсь, если неправильно прочитал, интересуется, Александр, почему решили связать свою жизнь с музыкой? Почему ты этот деревенский паренек? Да я не решил, а так, наверное... Музыка сама связала. Музыка нас связала. Ну да, так, наверное, Господь распорядился, что... Мне нравилось играть на гармошке, я самоучка, то есть как бы меня учили сначала не по нотам, а просто с рук. Я смотрел, как играют, повторял, и мне это очень просто нравилось. Потом музыкальная школа, хотя музыкальная школа нравилась мне не очень, несколько раз пытался ее бросить, вот, на родителей настояли, я ее закончил. А потом уже пошло интереснее, когда я уже учился на дирижера Оркестра Русских Народных Инструментов, уже это мне больше нравилось. Вот, и... А когда дирижер начал петь? А дирижер просто пел там на каких-то студенческих... Капустниках. Капустниках, да, сначала. Потом стало нравиться, потом, ну, все знают, потом был хор имени Пятницкого, и там вот именно я полюбил фольклор, русскую песню. Я ее там узнал через людей, скажем так. Наши телезрители тоже любят фольклор и русскую песню. Я вижу, что ты сегодня пришел с гитарой. Да. Ты что-нибудь для нас исполнишь? Я хотел спеть песню, нашу новую песню с Костей Арсеньевым. Она называется «Помолись за меня». Не желай мне богатства. Слишком много на свете, оно приносило несчастья и сводило с ума. Если жизнь не напрасна, я найду все, что мне суждено. Не желай мне богатства. Помолись за меня. Помолись за меня. Не желай мне удачи, ведь я не пророк, чтобы знать, что мне лучше, а значит, пусть решаю не я. Ведь удача дурачит. Ведь удача дурачит, что-то даст, чтобы что-то отнять. Если хочешь мне счастья, помолись за меня. Помолись за меня. Помолись за меня. Помолись за меня. Сколько нужно подъемов, что вернее пропасть? Сколько нужно падений, чтобы небо обнять Поворотами к дому, ошибаться я буду не раз Не желай мне везения, помылись за меня Помылись за меня Александр Щербаков, гость сегодняшней программы Канон Саша, слушай, ну это прям действительно хит Это такой уже стадионный формат Этот припев могут стадиону уже подпевать От музыканта приятно слышать, да Здорово Саша, Марина Баклыгина из Дмитрова спрашивает Александр, что является для вас неиссякаемым источником вдохновения? Да все что угодно Вот вчера посмотрел видео о традиционной русской одежде И так впечатлило, написал пару мелодий Сразу отправил Костю Арсеньеву Ну, кстати, у тебя тоже традиционная одежда Да, это вот наши родные воронежские обзоры Я просто из Воронежской области, если кто не знает Вот, и Варя Зенина сшила вот в группе Ну это сейчас модно, сейчас я даже знаю, что в обычной жизни ходят Не только на сцене Было время, я ходил в Калифе по улице и в сапогах Ну, так вот хотелось Казачок Да Вопрос от Ильи Плотнику из Московской области В любом деле есть переломные моменты Какие были у вас? Переломные моменты Вот, пришел в уровне Пятницкого Ушел из него, сформировал свой коллектив Потом переломные моменты Телепроекты Потом переломные моменты Когда я все-таки четко понял, что я хочу петь То, что я думаю на самом деле То, что я могу сам прожить То, что я понимаю То есть целостность вот такую как бы сохранять Когда я это понял, мне стало проще жить И проще искать репертуар То есть эти переломные моменты делают сильнее просто Ну, и сильнее, да И как-то, не знаю Понятнее все становится, что ли Еще один вопрос от Ильи Ваша любимая песня в вашем репертуаре И почему именно она? Вот у меня Я не могу сказать, что есть любимая песня Больше мне в концертах нравится момент Когда вот все зрители Мы становимся одним целым народом Вот прям без пафоса Когда все люди уже забывают, да О каких-то проблемах Вот они просто стоят и поют вместе со мной И это может быть на разных песнях И вот тогда я получаю истинное удовольствие И вот в этом концерте, значит, моя песня любимая Вот такого как бы нет А опять же под настроение мне Смотря какое настроение Мне нравятся и какие-то наши веселые песни Зажигательные Вот когда поиграем, мы там народно по улице пошироко Когда тысячный хоровод Я просто радуюсь, и я счастлив И мы все взялись за руки И детки, и бабушки, и дедушки То есть все Мамы, папы Вот И когда поешь лирику Когда людей трогают Тоже Поэтому вот любимой нет Мне вот То есть какой песне я достучался до человека Вот она любимая Но некоторые авторы говорят, что песни Это как дети Вообще нельзя разделять Ну может так и есть на самом деле Бывает Репертуар надоел Потом какую-то старую Вспомнил зал песню По-другому она А вот тяжело эти дети вообще рождаются Песни Ну по-разному Я сам немного песен написал Вот В основном Я их ищу Как бы Ну не то, что ищу Их Господь посылает, что ли И людей посылает И Кто-то присылает мне стихи Кстати, извини, я тебя перебью Мария Калиткина пишет Александр, большое удовольствие слушать ваши песни Они способны создавать настроение на целый день Особенно мне запали в душу воронцы Очень трогательное произведение Скажите, по каким критериям вы выбираете музыкальный материал? Заранее благодарю и жду вас на Ставрополье Спасибо Марина, да? Да, Марина Мария Мария, спасибо большое за комментарий, за вопрос Песни выбираю, которые я смогу прочувствовать и могу их прожить То есть если я их понимаю, как мне кажется, достаточно глубоко И песни, которые будут радовать людей Которые будут, скажем так, доставать из них хорошее, что ли Ну, я так на самом деле думаю Вот такой я беру материал Он может быть даже каким-то историческим, да Но в нем есть какая-то история И бывает просто песня, она просто веселая Просто под нее хочется танцевать И смысла там немного Ну, просто вот она для радости, для веселья Кстати, вот ваш коллектив нельзя подогнать под даже фольклорный формат Все-таки настоящие фольклористы, они прям за фольклор, за народность Они за чистоту, они молодцы Да, они делают вот свое дело, и оно необходимо А как бы мы себя и не позиционируем Так как мы на грани, я хочу быть на грани современной музыки В хорошем смысле слова То есть это звуки какие-то современные И из фольклора это мелодику И душа Да и душа самое главное Как бы глубина Пытаюсь, по крайней мере, так делать А вот на Ставрополье-то собираетесь? На Ставрополье собираемся Вот нам Ростовская область полюбилась В этом году мы были уже несколько раз А на Ставрополье мы ни разу не были, но с удовольствием съездим Ну, значит, уже будете, уже поклонники есть Да, мы скоро, я думаю, приедем А гастрой вообще часто у вас? Гастрольная жизнь насыщенная? Лето было очень насыщенным, слава богу Оно бывает по-разному, я не знаю, от чего это зависит Вот, ну, я уже так привык Их бывает то больше, то меньше Ну, стараешься просто больше делать материала и быть на виду Любовне, когда дом разливается И зеленеют рощи по весне И туман над рекой разделается А едача Божа, любовне И туман над рекой разделается А едача Божа, любовне Любовне, когда зоренька ясная Под грянцем отражается в огне И блестит в куполах Солнце красное А едача Божа, любовне И блестит в куполах Солнце красное А едача Божа, любовне Любовне, когда песня знакомая Растели бисердежно, душу и мне И в кругу за столом вся родня моя А едача Божа, любовне И в кругу за столом вся родня моя А едача Божа, любовне А едача Божа, любовне Любовне, когда в тихая веки Церковный праздник на моей веке Призывают и после от детей А едача Божа, любовне Призывают и после от детей А едача Божа, любовне А едача Божа, любовне А едача Божа, любовне Любовне, когда вода А едача Божа, любовне А едача Божа, любовне А едача Божа, любовне Священник Сергей Папин из Воронежа Есть ли у вас желание принять участие В съемке фильма Или может уже есть такой опыт В качестве кого и в каком фильме вы бы хотели сняться Я бы в каком-нибудь Историческом, в какой-нибудь баталии Ну, все знают, что я люблю лошадей Я бы проскакал бы на лошади С шашкой, как-то порубился бы За правовое дело Мне кажется, и про Есенина можно было бы Ну да Я бы с удовольствием Но не зовут пока Есть предложение Ну, пока меня позвали как композитора Фильма о Великой Отечественной войне Вот И, возможно, это мы и как актер Там недалеко, да, актер Ну, как бог даст, в общем, не будем загадывать В продолжение киношной темы Еще один вопрос от Екатерины Дубиковой Из Можайска Если бы вы были супергероем, кем бы были? Да, любым Кто помогает людям Мне раньше нравилась вообще И профессия милиционера Ну, то есть, когда нормальные люди И на своем месте То они супергерои В принципе Не знаю, директор школы Супергерой Врач Супергерой Вот любая достойная профессия Любая достойная профессия Если ты ее правильно делаешь Если тебе стремится не заработать денег А помочь человеку Вот тебе супергерой Мне кажется, это действительно так Супергерои, они на самом деле живут среди нас Вот буквально несколько месяцев назад Пилот просто чудом посадил самолет Мне кажется, это гораздо больше супергероя, чем Человек-паук выдуманный Или прочее Да, конечно Они среди нас Но не всегда мы о них знаем Вот кто должен быть на всех каналах страны Абсолютно согласен Эти простые люди Екатерина Дубикова еще спрашивает Есть ли у вас девиз перед выступлением? Или может быть вообще у вас какой-то есть девиз у коллектива? Ну, такого как бы особо девиза Я просто говорю Мужики с Богом И пошли Это главный девиз по жизни Ну, может, так и есть Ну, иногда концерт вытаскиваешь Бывают проблемы какие-то с аппаратурой Или что-то с че Ну, все равно во время концерта настраиваешься с ребятами Цепляешься друг за друга И все получается Уже там ближе к середине люди разогреваются И к финалу Все замечательно Но ведь мужчин действительно в коллективе нужно как-то мотивировать Да Как руководителя Ну Ведь это основной ваш заработок Да Понятно, что Помимо всего это заработок, это деньги Да И У нас гастроли очень интересные Во-первых, мы Общаемся в среде, в патриотической Вот Если Студенты, то это где-то в Бородино Дети Крестьяне Ну, в смысле фермеры, да Военные Священники То есть это всегда очень интересные люди И мы когда Идем на гастроли С большим удовольствием Нас встречают там Просто по-царски А что такое патриотизм? На твой взгляд Ну, это когда Ты Понимаешь Кто ты Понимаешь, где ты Понимаешь, зачем ты И Следуешь Своему Внутреннему Пониманию Вот Наверное, наверное, так Это Сейчас мне пришло Ну что, я предлагаю наши вопросы Оставить Продолжить Отвечать на эти вопросы Через неделю А прямо сейчас Музыкальный подарок Хорошо Дорогие телезрители Оставайтесь с нами На телеканале Союз Темнеет лес Все беспокойнее Греб грозди Пора дождей Такую стыль Я слышал тихий плач Калины Она стояла В полукме Снежинка Зимнего Привета Вся обращенная К зиме Давно покинувшая Лето Плачь, Карина Плачь В чем Твоя кручина Или светского Или вкус горчиной Красави своей влияешь ты Доброю восхищаешь ты Как же города Не знаешь ты Красная калина Как ручки в день Твои там пить И каплества неудержима Ягоды Твои горьки Все пролетают мимо Сорвись Сорви с меня Сепочки Буз И увезли Скорее В город Я Занерзаю Я боюсь Плачь, Карина Плачь, Карина Плачь, В чем Твоя кручина Плачь, Карина И WAY И В Галина плачет, я стою, стою и думаю в печали, Как будто это дочь мою в лес привели и потеряли. Плачь, Калина, в чём твоя душина, И в цвет муна, или в кул красиной, Плачь, Калина, в чём твоя душина, Круто ты своей пленяешь ты, Круто ты своей пленяешь ты, Круто ты своей пленяешь ты. Субтитры создавал DimaTorzok